В Якутске прошел первый открытый республиканский турнир по дзюдо, посвященный Дню России. В нем принимали участие дети 2003 по 2011 годов рождения. Событие собрало в спорткомплексе более 200 юных спортсменов из разных районов республики. Почетным гостем соревнований стал вице-президент Федерации дзюдо России Тамир Лантменов, который отметил у Якутии большой потенциал в этом виде спорта. Подробнее в следующем сюжете. День России были и слезы горечи поражений, и радость победы. Как долго занимаешься дзюдо? Один год. А давно участвуешь в таких соревнованиях? Да, уже 10 раз. Чем нравится тебе эмоция дзюдо? Заниматься. Бороться. Мне надо биться кулаками. Боксер. Ну, ребята у меня выступили вообще все хорошо. Они все у меня в призовые места. Практически все борются в финальные встречи. Уровень, конечно, этих соревнований очень хороший. Хорошую подготовку детей отметил вице-президент Федерации дзюдо России, двукратный призер Олимпиады Тамир Лантменов, который прибыл в Якутск специально на турнир. Показал мастер-класс, а сегодня в День России по итогам двух соревновательных дней на главной площади столицы наградил победителей. Соревнования прошли отлично. Боролись хорошо. Все сильно сражались. Ну, оказалось так, что я был лучшим. Некоторые соперники, которые были лучше меня, как в другие разы, я их в этот раз победил. Тамир Лантменов встретился с руководством республики. Они договорились о сотрудничестве и разработке совместных проектов для развития дзюдо. Этот вид спорта популярны в Якутии. В разных уголках республики занимается около 800 юных борцов. Мы вынуждены отдавать своих ребятишек. Но, я думаю, если мы построим спортивный зал, я думаю, что они будут оставаться здесь и выступать именно за Якутию. И результаты есть. И есть возможность развивать дзюдо сегодня в республике Сахай. Мы, вообще-то, планируем, чтобы перед Олимпиадой в Токио одинаковый временной пояс, чтобы именно в Якутии, в Якутии именно сделать, провести тренировочные сборы, и чтобы адаптация была временной пояс с Токио, и чтобы отсюда уже непосредственно команды ехали на Олимпийские игры. Тамерлан Тминов подчеркнул, что у Якутии есть отличный потенциал для развития дзюдо. Традиционные виды спорта, как вольная борьба и хаб-сагай, могут стать фундаментом для этого.